Смотрите, как классно. Слева светится, справа светится. Привет, меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции. В этом выпуске мы вместе с вами посмотрим, как выглядела набережная Буачай 3 года назад, 2 года назад, год назад и как она выглядит сегодня. Готовы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но сейчас я нахожусь на набережной Буачай. А вот там прямо передо мной море. Пресечение двух набережных. Я снимал здесь несколько своих видео о том, как строится эта набережная на разных этапах. На самом начальном я сделал стримы, показывал, ожидая то, какие же здесь будут стройки. И показывал уже в момент, когда уже было открытие. Показывал, когда был шторм. Посмотрите обязательно эти видео, если не видели, как это было раньше. Ну, а сейчас я уже нахожусь в разгар сезона. Приехал посмотреть, как это все выглядит на деле. И что я замечаю? Ну, во-первых, действительно все светится, горит, красиво, нарядно. Большое количество туристов из разных стран. Очень много русскоязычных, арабов много. Появляются, говорят, и китайцы. Но пока гораздо меньше. Так вот, здесь произошло что? Я могу смело утверждать, что все хорошо, да не совсем. Потому что вода в реке цветет, она не проточная. Потому что аккурат сразу же после выборов, которые прошли тут совсем недавно, один мэр сменился другим. И не знаю всех подробностей и перипетий, почему же именно так произошло. Но буквально на следующий день после выборов вся техника собралась и уехала. И тот проект, который был рассчитан на 30 километров вглубь туда, в материк, он прекратился. Вот за мостом фактически стройка вся встала и проточной воды нету. Сюда затекает морская вода. Естественно, не так активно, как хотелось бы. И развивается морская флора. Цветет и, я так думаю, скоро будет пахнуть. Рыбакан-то, конечно, раздолье, но тем не менее, выглядит это очень непрезентабельно. Заметил также еще, что здесь те блага цивилизации, которые обещались быть, не до конца все выполнены. Хотя, конечно, деревья, которых тут понасаживали более трех тысяч, прижились. Те, которые после шторма были погублены морской водой, были заменены на новые. Набережная красивая. Большое количество ресторанчиков открылось вдоль набережной, которая находится непосредственно вдоль моря. И семь километров дорожек, по которым можно бегать, кататься на велосипедах, все удачно функционирует. Ну что, имеем то, что имеем, но вы должны об этом знать. Ну а сейчас, друзья, я нахожусь на набережной Средиземного моря. С этой стороны у нас район Коньялты. Мой любимый район, где я провел три года, снимая видосы на разные темы. За моей спиной вы видите отдыхающих и всю инфраструктуру, которую сделали за буквально где-то полгода. Строители очень молниеносно, они это как-то еще сделал, даже не успел опомниться. Но я все это снимал, так что смотрите мои видео, видите, как это было до и как стало после. Сейчас хочу уже заявить смело, что здесь морская, морской вход в воду, мне гораздо больше нравится, чем в Алании. Сейчас живу больше даже в Алании и постоянно сравниваю эти два города. Приезжая сюда, общаясь с клиентами, замечаю, что здесь, конечно же, главное достопримечательность это море. И это самый важный вопрос, который всегда мне задают. А как с морем, а как то, а как все. Да, здесь море лучше, точнее береговая линия лучше, чем в Алании в целом. Но есть тоже свои нюансы. Итак, по поводу того, что же здесь сделали строители. Вот так все сделали, несмотря на штормы, ураганы, которые я показывал. Все равно все хорошо работает, все душевые, все кабинки для переодевания, туалеты, вай-фай, все работает. Потрачено большое количество денег, было декларировано, что больше трех тысяч саженцев деревьев здесь было высажено. И действительно, они все прижились, а те, которые не прижились, их пересадили, они успешно растут. И поэтому те отдыхающие, которые приезжают, видят уже зелено, все красиво. Но это было непросто, и проживая здесь, я это видел. Потому что, когда был ураган, волны доходили уже настолько, что захлёстывали даже вот эту набережную, которая где-то на полтора-два метра выше береговой линии. И попадая соленая вода на растение, она убивалась все зеленое. И, короче, очень много было пострадавших растений. Это что касается растений. Что касается человеческого фактора. Много отдыхающих, очень. Приезжает много из стран СНГ. Приезжает много арабов. И, естественно, все отдыхающие оставляют свою лепту, и она не всегда хорошая. Очень много грязи я стал наблюдать, потому что приток отдыхающих все больше и больше. Но есть люди, которые борются с этим негативным явлением. Большой, кстати, привет всем волонтерам, которые устраивают субботники и убирают здесь уже свою Анталию. Это касается русскоязычных, которые здесь уже прописались, живут и радуются жизни. И отвечает взаимностью своему любимому городу. Приходят сюда и убирают. Вот большой вам привет, спасибо вам большое. Что есть, то есть. Да, большое количество отдыхающих любят отдыхать и иногда оставляют мусор. Я анализировал эту ситуацию и понял, что муниципальные службы действительно хорошо работают, но не всегда выгребают то, что оставляют после себя толпу туристов. А местные отдыхающие еще есть свои культурологические моменты. Турки, когда отдыхают, зачастую, это именно они, я не привык сносить плюль, буду говорить все как есть, располагаются большими семьями и лузгут семечки, потом шелуха остается. Если все остальное есть возможность убрать, то семечки как уберете. И потом имеем то, что имеем большое количество семечек на том месте, где отдыхали. Они это оправдывают по-разному, что это органика, что это не мусор, но все равно согласитесь, это не очень приятно, когда отдыхаете, а тут вокруг шелуха. Так что вот имеем вот такую картину. Хочу заметить, что власти не дремлят. Я недавно анализировав ситуацию по мусору, наткнулся на новости от Фития Ахбар, которые декларируют то, что местные власти ввели штрафы, причем такие драконовские, минимальный штраф 320 лир, а максимальный вы готовы это услышать? Да, точно? Пристегните им ремни. 16,5 тысячи лир за то, что вы будете мусорить. Причем это не имеет значения, где. Вот на мусоре ли? Получите, распишитесь. Я думаю, что наши люди будут это очень хорошо чувствовать по своему кошельку и будут более внимательны. Так что вот имейте в виду, и если вас поймает забито, именно она отвечает за эти правонарушения, вам впаяют такой вот штрафик некислый. Так что вот, что я еще один рассказал. А, очень важный момент, друзья. Романтичное настроение и любовь. Как это все связано с набережной Булачай? Да очень просто. По вечерам здесь очень много кафешек, ресторанов, и буквально все кишит жизнью. И вот там в начале набережной просто через каждые 20 метров есть рестораны, которые находятся прямо на зеленой бахче, то есть на зеленой травке. Такие пуфики. Можно покурить кальян, тут же сходить искупаться. Ну и понимаете, тут романтичное настроение сподвигает к тому, чтобы выбрав в ресторан сидеть до утра. Поэтому тут все сидят до утра, веселятся, никто никому не мешает. Очень мало таких жестко выпивших. То есть потасовок я вообще почти не наблюдал. Много людей со всех стран. И как-то все находят общий язык, все как бы хорошо. Ну а набережная в отдельных местах превращается в настоящее ложе любви. Назовем это так. Для тех, кто посмелее и любит не только романтику, но и адреналин. Так что я вам ничего не говорил, но привык называть вещи своими именами. Можно здесь встретить по вечерам парочки, которые, ну чего уж там греха таить, занимаются грехом. Да, да, но хорошо и очень романтично. Прямо на берегу Средиземного моря. Кроме этого, есть целый ряд людей, которые любят странствовать и путешествовать. И либо в палатке, либо просто под открытым небом на карематах, а может просто на камнях спят, наблюдая звезды и ругаясь на самолете, на которой каждую минуту самолеты взлетают или улетают из Анталийского аэропорта. И мешают спать. Вот жалость на это. А еще один лайфхак мне сказали, что можно с помощью камней сделать даже кресло. Вот такой вот вам лайфхак. Стройматериал в виде камней может нагрести. Не знаю, как они там клеем делают или еще чем-то, но делают кресло. Я еще прикалывался, говорю, а перетаскивать можно? Глядь нет. Ну, это все штрихи к портрету набережной, которую я так часто снимал, катаясь на велосипеде, занимаясь спортом. Вот так вот она выглядит в действии. Друзья, вот пока я снимал видео, встретил своего давнишнего знакомого, который два с половиной года назад тоже стоял примерно там, и мы снимали с ним видео. И сейчас хочу сказать, что здесь очень хорошо, но много людей, потому что праздники. Сейчас очень хорошо, хорошо? Да, очень много людей. Много людей, да? Да, четыре дня для Бамбайрама. Ага. Очень хорошо. И пища. Какая температура в воде сейчас? В воде? Температура. А, хорошо. Хорошо. Хорошо, да? 28 или 30, плюс сколько? Сколько? Да, температура. Наверное, 24. Ага. Окей, приезжайте к нам. Спасибо большое. Конец? Да, конец. Хорошо. Нет проблем. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. На 7 все. Дин-дон-дэй, маа-саляма, хейдо, гиле-гиле. Ну, наконец, просто чао, друзья. Как вам или нет? raspи afine, how are you? И я за это не так. Вас помнишь? О, да. Привет. 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 Приезжайте к нам. Приезжайте к нам. О, вероятно. Как юга. Приезжайте к нам. Смотрите Назар Давыдов. Назар Давыдов. Я знаю.